Издательство Эксмо. Татьяна Кожевникова. Мотивация. Как она есть. Как Coca-Cola, Ernst & Young, Mars, Metricash & Carry вдохновляют сотрудников. Предисловие. Кроме того, я убеждена, что за мотивацию сотрудников отвечают не HR, а линейные руководители. Поэтому основная аудитория, которой может быть полезна данная книга, — это менеджеры среднего и высшего звена, а также акционеры и собственники, которые пытаются понять, кто виноват и что делать. Некоторые считают, что все определяется деньгами. В одной из компаний, где я работала, произошел очень показательный случай. Несмотря на то, что компания была российской, в ней работало несколько экспатов, в том числе француз Поль, который не говорил по-русски. Он предложил одному из сотрудников руководящую должность с большим количеством подчиненных и высокой ответственностью. Сотрудник написал Полю имейл следующего содержания на английском языке. «I agree, but what is my motivation? Я согласен, но какова моя мотивация?» Поль написал ему в ответ, что на новой должности его будет мотивировать возможность принимать решения, управлять большим коллективом людей, участвовать в обсуждении стратегии развития бизнеса, что у него появятся новые карьерные перспективы, и он узнает много нового в профессиональном плане. Сотрудник ответил, что это все понятно, но все-таки what is my motivation? В этот момент Поль позвал меня и попросил помощи. Он не знал, что еще надо написать сотруднику, чтобы замотивировать его на новую должность. Я объяснила Полю, что в этой компании слово «мотивация» является синонимом оплаты труда. В коридорах офиса я постоянно слышала следующие разговоры сотрудников. «Нам подняли мотивацию на 10%» или «ты слышал, что в логистике изменили мотивацию?» Так что кандидат на руководящую должность просто пытался узнать у Поля, какой у него будет оклад. Одна из основных причин, по которой я решила высказаться на тему мотивации – это абсолютизация монетарных инструментов российскими менеджерами, их любовь ко всевозможным ежемесячным и квартальным премиям и нездоровое фокусирование на вопросах оплаты труда. Мне очень хочется показать данным руководителям, что деньги – это лишь один из факторов и не самый главный. Есть компании, я называю их бюрократически-полицейскими, которые ищут решения в четком описании бизнес-процессов, регламентировании всех действий, тотальном контроле за сотрудниками, штрафах, санкциях и создании атмосферы страха и подозрительности. Акционер одной из известных мне компаний организовал для своих топ-менеджеров экскурсии в СИЗО, чтобы они почувствовали, что их ожидает в случае воровства его денег. Этот же акционер проверял всех кандидатов на работу на полиграфе – детекторе лжи. После устройства на работу сотрудники также регулярно проходили проверки. Интересно, что из компании по собственному желанию никто особо не увольнялся, так как зарплата была выше средней по рынку, особенно для сотрудников в регионах. Таким образом, деньги мотивировали сотрудников не на то, чтобы добиваться экстраординарных результатов, а на то, чтобы оставаться в компании и терпеть все эти унижения. Бюрократически-полицейские организации могут принимать и другие формы. Недавно я прочитала в журнале Forbes интервью одного из акционеров крупной и известной компании, в котором он рассуждал примерно в таком ключе. Человек – это лишь один из строительных материалов системы управления, но при этом самый уязвимый, поскольку обладает недокументированными функциями. Работая с ним, мы никогда до конца не знаем, что управляет его поведением, и, следовательно, не можем его предсказать с достаточной точностью. И изменить можно любого человека. Вопрос в том, какую силу воздействия вы в состоянии развить, удерживая контакт. Человек регулирует предельную силу воздействия, которую допускает извне. Эта сила прямо пропорциональна страданию, которое человек испытывает. Чем больше вы на него воздействуете, тем большим мучением вы его подвергаете. Страдание вызывает не само воздействие, а его динамика. Далее еще было высоконаучное рассуждение об отличии женщин от мужчин. Женщины в среднем имеют более высокий порог устойчивости к страданиям, чем мужчины. Если у женщин что-то не получается, они реже впадают в отчаяние, они признают свои ошибки и стараются исправиться. Мужчине сложнее признать неудачу. В целом, женщины более благодарный материал для строительства иерархических систем. Любопытно, что после прочтения интервью ко мне на собеседование совершенно случайно пришло несколько бывших сотрудников данной компании, которые с содроганием вспоминали время работы в ней. Там, например, было более 50 видов различных штрафов, в том числе за присутствие чашки с чаем на рабочем столе. Поисками несанкционированных чашек занимался контрольно-ревизионный отдел, сотрудники которого, как полицейские, патрулировали офис и выявляли нарушителей. Таким образом, я получила эмпирическое подтверждение моим теоретическим выводам о том, что с компанией явно что-то не так, если ее акционер рассуждает о людях в таком же тоне, которым ученые описывают опыты над лабораторными мышами. Лично я — сторонник третьего подхода, который поддерживается руководителями многих международных компаний и авторами самых популярных книг по менеджменту. Этот подход заключается в том, что люди работают хорошо, если им этого добровольно хочется. Очевидно, что самая большая мотивация существует у людей, занимающихся своим собственным бизнесом. Они делают то, что им интересно. Их благосостояние зависит от их эффективности. А в случае неудачи они многим рискуют. Как добиться таких же результатов от наемных работников, которые очень часто выбирают не ту работу, которая им интересна, а ту, которая лучше оплачивается или расположена близко к дому? Как заставить их относиться к бизнесу как к своему собственному, если они ничего в него не вложили? А в случае проблем могут просто уволиться с уведомлением за две недели. И работодатель еще обязан будет выплатить им компенсацию за неиспользованный отпуск. Многие работодатели пробуют сделать своих работников квазисобственниками бизнеса, раздавая им опционы и акции бесплатно вместо премий или требуя вложить собственный капитал и стать миноритарным акционером. Я работала в двух компаниях, которые практиковали такие формы повышения вовлеченности топ-менеджмента. В каждой из них менеджмент при первой возможности избавлялся от акций и продавал их за кэш, то есть демонстрировал нежелание разделять с акционерами возможные риски и предпочитал играть роль наблюдателя со стороны. Подобное поведение руководителей еще раз убедило меня в том, что бессмысленно использовать механизмы, которые мотивируют собственников бизнеса для наемных работников. Это разные породы животных, и их мотивы абсолютно противоположны. Если продолжить аналогию с животным миром, то собственники — это хищники, которые в одиночку бегают по лесу или саванне, не признают никаких авторитетов над собой и ищут, кого бы съесть. Наемные работники же — это табун лошадей или упряжка беговых собак. Им нужен лидер или пастух или погонщик, который направит их в нужную сторону и обеспечит благоприятную обстановку для жизни и возможность найти корм. Я сама являюсь наемным менеджером, и меня ничуть не обижает то, что надо мной всегда есть начальник, который лучше меня знает, что делать. При этом у меня есть знакомые, которые ни одного дня в своей жизни не работали на кого-либо кроме себя. И те, и другие типы людей чувствуют себя абсолютно счастливыми в своем выборе. И тот, и другой тип людей нужен экономике и обществу. В данной книге речь пойдет только о том, как мотивировать наемных работников. В основном высококвалифицированных специалистов и руководителей, то есть тех, чьи базовые потребности в еде и безопасности удовлетворены, и которым необходимы признание, самореализация и чувство принадлежности к чему-то великому. Книга состоит из четырех частей, которые соответствуют четырем шагам модели инвестиций в мотивацию. Данная модель описывает последовательность действий, которые может предпринять генеральный директор или собственник бизнеса для того, чтобы обеспечить высокую вовлеченность и благополучие сотрудников, которые обязательно приведут к повышению качества продукции или услуг, удовлетворенности клиентов и, в конечном итоге, к повышению прибыли. Для представителей служб HR модель может служить практическим руководством по формированию программы управления мотивацией персонала и, что самое главное, по планированию расходов на эти цели. Суть модели заключается в том, что на каждом шаге требуется все больше инвестиций. Но делать их имеет смысл только в том случае, если реализованы все мероприятия предыдущего этапа. Первый шаг к мотивации работников — это ликвидация всех демотивирующих политики, практик и обеспечение присутствия всех необходимых гигиенических факторов. Поэтому в части первой речь пойдет о восьми врагах мотивации.